Всем привет! Вы на канале Жизнь больше с нуля и снова с вами Ирина. На своем канале я рассказываю о переезде нашей семьи из Украины в Польшу, с какими трудностями мы сталкивались, какие документы мы делали, как оформляли детей в школу и садик, какую помощь помогает государство, украинским семьям. Все только из личного опыта. И сегодня в видео я вам хочу рассказать еще с какой одной проблемой может столкнуться украинская семья, которая переехала из Украины в Польшу с детьми. Мы столкнулись с такой проблемой, что в январе у наших детей заканчиваются биометрические паспорта. У нас биометрические паспорта у взрослых делали на 10 лет, поэтому у нас еще есть какое-то время. А вот детям биометрические паспорта делали на 4 года. И вот летом как бы 3 года мы уже в Польше, но в январе у детей заканчиваются паспорта. И как их сделать в Польше для того, чтобы не выехать на Украину. Можно выехать на Украину с детьми, пойти в паспортный стол и сделать биометрические паспорта детям. Это будет занимать где-то около месяца. Конечно, не знаю, раньше, когда мы подавали, то мы еще ждали очередь. Где-то около 2 месяцев. Это было в городе Одесса. Сейчас я не знаю, как с очередями проходит дело. Потом месяц его еще делали, но это где-то 3 месяца мы делали паспорт детям. Но это один вариант, чтобы выехать, сделать паспорт и вернуться назад. Но опять же, этот вариант не подходит, потому что кто с работы пустит тебя на 3 месяца, чтобы ты поехал в Украину и сделал паспорта. Это надо ехать всей семьей, детей забрать со школы, с польской, с садика забрать. На работе, чтобы отпустили двоих человек. Плюс квартира здесь, каждый месяц надо платить. Если ты выезжаешь с детьми на Украину, то, естественно, за квартиру все равно надо платить. А за нее платить нужны деньги. Поэтому первый вариант не подходит. И для этого нужно было искать второй вариант. И второй вариант я смотрела YouTube, потом читала ссылки, как можно сделать паспорта. И вышла на то, что нужно зарегистрироваться в консульство Украины. В Польше их 3 есть. Главное, в Варшаве, в Гданске и в Кракове. Но каждое консульство принимает только тех людей, смотря в каком регионе замельдованы. Так как мы зарегистрированы в Захадно-Поморском, то наше консульство Украины находится в Гданске. Ну и вот я им написала письмо, что нужно сделать для того, чтобы сделать детям биометрические паспорта. Они сказали, сначала нужно зарегистрироваться в электронную очередь. Вам назначат дату, число и только тогда можно приехать. На главном сайте Данского консульства Украины были все данные, какие документы нужно привезти с собой. Я уже эти документы собрала давно. Нужно сделать одну фотографию 10 на 15, 50-60% лица на белом фоне. И одну фотографию на документы. Плюс заявления. Они предоставляют на сайте бланк заявления, который нужно заполнить. Плюс ксероксы и оригиналы свидетельства о рождении нужно брать с собой. Биометрические паспорта детей и всей семьи нужно брать с собой. Ксероксы и оригиналы. И карты побыта. Или, например, если нету карт побыта или пессель, что вы здесь замельдованы. Оригиналы и ксероксы. Если едет, например, один из членов семьи муж или жена, то от другого нужно нотариально заверенный лист о том, что муж или жена дают разрешение, чтобы один из членов семьи сделал паспорта. Но так как и у нас происходит, так как двое не могут отпроситься с работы, поэтому муж написал мне разрешение нотариальное, чтобы я могла сама сделать биометрические паспорта. Проблема столкнулась с тем, что очень долго мне пришлось регистрироваться. Я почти целыми днями сидела на сайте. Полгода я вообще не могла зарегистрироваться. Потом я начала звонить им. Они сказали только через электронную очередь. Пробуйте регистрироваться после 18. Потом они предоставили такую услугу, кто не может зарегистрироваться, написать им письмо. Не на мейл, а была такая ссылка. Для тех, кто не мог зарегистрироваться, напишите, отправьте нам письмо. Я нажала на такую кнопку, и там было введите свои фамилии, имя, отчество, введите фамилии, отчество детей, ПСЛ, в каком вы городе находитесь. Я это все ввела. И они сказали, что ждите, пока МИЗ вам ответит. В течение 10-15 дней вам назначат дату. Ну, и сказали, что нельзя регистрироваться уже на электронную очередь, если вы написали такое письмо. Но я все равно смотрела даты, думала, может, я попаду как раз на дату, если зарегистрируюсь, я позвоню им и напишу, что я все-таки зарегистрировалась. И все-таки так получилось, что я все-таки попала на даты. Так как у меня двое детей, мне надо было зарегистрироваться на две даты. Вот один и тот же день даты не было, и было так, что два дня поподряд были даты. Ну, я думала, какая уже разница, сниму там какую-то гостиницу и буду с детьми там, только чтобы уже сделать эти паспорта. И вот я зарегистрировалась. Сейчас только октябрь месяц, а регистрация уже идет за декабрь месяц. А в январе у меня уже заканчиваются паспорта у детей. Поэтому я зарегистрировалась. И оказалось, что я зарегистрировалась неправильно. Поэтому послушайте меня, и когда будете вы регистрироваться, уже не делайте моих ошибок. Я зарегистрировалась под своим именем, писала свой номер телефона, мейл, и там было написано, если вы зарегистрировались так же само, несколько раз будет продублировано ваше имя, то компьютер сразу удаляет вашу регистрацию. Я не подумала, что можно было второй раз не на свое имя зарегистрировать, а на ребенка имя зарегистрировать. И получается, почему-то мой мозг подумал, как же это сделать по-другому, чтобы компьютер меня не удалил в мою регистрацию. Все-таки у меня двое детей. Поэтому я ввела английскими буквами тоже свою фамилию, имя, отчество. А оказалось, что надо просто было ввести фамилию, имя, отчество одного ребенка и во вторую регистрацию фамилии, имя, отчество другого ребенка. Поэтому, кто в следующий раз будет оформлять, не делайте моих ошибок. Ну и что мне пришлось сделать? Я все-таки зарегистрировалась. И для того, чтобы меня компьютер не удалил, я на следующий день позвонила в консульство и сказала, что я полгода регистрировалась, не могла никак зарегистрироваться. И поэтому не знала, как правильно зарегистрироваться. Я зарегистрировалась так. Прошу, пожалуйста, мне не удалять с электронной очереди. Ну, мне там ответили, что, к сожалению, не мы удаляем, а удаляют компьютер, если вдруг заметят, что у вас повторная фамилия, имя, отчество. Ну, я, конечно, попросила, потом еще написала им мейла, чтобы все-таки мне эти две даты оставили. Как произойдет, я не знаю. Но я им сказала, что я все равно приезжаю в декабре и буду там до последнего в консульстве, пока мисс мне не возьмут мои документы и не оформят детям загранпаспорта. Потому что я еще знаю, что это только подаются документы, а потом через определенное время, 3-4 месяца надо ждать, для того, чтобы они сделались, эти документы. И снова встаешь в электронную очередь, для того, чтобы поехать в Гданск и забрать эти паспорта. Поэтому тратится время на дорогу. Первый раз, когда подаешь документы, и второй раз, когда забираешь паспорта. Это одно. И второе, тратятся деньги на гостиницу, если у вас больше одного ребенка, например, двое, и вы не попали на один день с датами и с временем. И еще деньги тратятся на проживание в Гданске. Плюс надо взять на работе выходной. Плюс доехать с Цельноуся до Гданска 12 часов. В одну сторону и в 12 часов в другую сторону. Это как минимум 4 дня выходных. И плюс еще биометрические паспорта стоят 166 злотых на одного человека. Поэтому посмотрите это видео и не делайте таких ошибок, как я. А что будет дальше, сможем мы сделать паспорта или нет, примут меня все-таки с моей ошибкой в консульство Гданска. Мы это узнаем в декабре, когда я поеду и приеду с Гданска и вам все это расскажу. Поэтому, кому интересно продолжение, оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал, для того, чтобы не пропустить самого важного для себя. Всем до встречи. Пока-пока. Кому интересно продолжение, оставайтесь с нами. Всего вам доброго. До встречи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok